Субтитры создавал DimaTorzok 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 Игорь Викторович, говорят, что... Почему такой самолетик маленький? Куда ты собрался, Ярослав? Нормально, нормально. Чтобы этот самолет там сел, за то, что он сел, надо заплатить за 50 тысяч рублей. Сел посадкой, селегкой, селегкой. Вот он, отлично. Это что, не считая бензина всего всего всего, а тут пока все забыли земли. Чем они говорят, ну вот, если вы захотите потом следать на сам Северный полюс, они, вон, что они там где-то, ну... На Барнел, да. На Барнел, она же там дрейфует, ну, может быть, там, согласится начальник, чтобы вы за второй раз не платите. Диспетчиком дают. Они, вот, на вас, это, они не садятся, они еще потом и полетают. Они здесь, мы потом покажем, как выглядит диванта же самолет. Вот то, что вот рассказывал у вас водитель, он это и ведет. Да! Почти Витязь еще. Ну, даже без слова. Ну, когда их семь человек летит, конечно, это более... Апопсирь самолёта у нас. То есть, вот крылок, крылок. Кондунция. Самая мелкая. Кабер-1 самолёт, да? Или ещё, или же пушистый. Пушистый. Смотрим, смотрите, смотрим, что они летят. В мире нет. Можно идти вон вакуум. Самолёт Як-52. Это гордость России всегда была, и Советского Союза. Лучший учебный и спортивно-пилотажный самолёт. Этот, вот он здесь, он у нас зачисленный, вот он в таком виде. Значит, у нас сейчас ХМАУ, это самая лучшая авиационная база по спортивным самолётам в России. Сейчас в России. Як-52 больше не выпускают. Но они у нас в прекрасном, отличном состоянии. Да, и мы сейчас... Да, и вот те летают, эти стоят. Значит, закончилось в России строительство таких самолётов. И пока что, вот идёт сейчас такой переходный период, самолётов пока нет. Когда этот самолёт закончился, как сказать, выпускаться, начали выпускать вот такие, Саша, осторожней. Значит, вот это вот самолёт сухой. Вот то, что наши сухие, самые такие крутые самолёты, это Су-22. Это маленькая копия. Это другой. Это другой. Значит, это фирма... Лучший в мире пилотаж. Да. Эта фирма, которая выпускает вот эти вот сейчас самые современные сухие, она сделала вот этот самолёт Су-29. Су-29 это учебный тоже и спортивный пилотаж, он участвует в чемпионатах мира сейчас. Раньше участвовали вот на этих, на Я-52. Но так как он более такой тяжёлый, но у шансовый, этот он лёгкий, он вообще считается как этот. Но он витинский. Ничего не есть, а я знаю, вот. И он для этих, он для... Саша, осторожно, не пиши, я вам. Значит, этот для обучения и для спорта. А этот столько, для спорта. Но ему витинский, да, есть какая-то карта. То есть... Там двое, а здесь одни. Он вышел в Белосанжу, выступал. Он именно мой. В 2007 году он занял первое место в чемпионате мира. А в прошлом году вот сюда приезжал слово-то парк? Потому что... Абсолютно. Семикратный советник, президент по авиации. Как раз это почему-то. Вопросы, да. Понятно, но это вот ты на этом собираешься лететь на северную? Вот на это. На Дугу. Кошмарами. А мы же на нем в зале. Страшно было уже. Страшно, да? Меняли. Или так же по северу. Представляете, в Канаде мы у нас это, люди тут забарахляли. Пришлось сесть на лоно-женную посадку без вези, без ничего. Ну, как бы там нас спустили, и мы двигатели поменяли. За 20 долларов. Сняли один, поставили... А как вы жили без этого? А нам нас наказали там, что... Вот так как у нас была вынуждена посадка. Поэтому у нас ничего. Ну, какой-то нам штраф, теперь мы в Канаду... Ну, да, нам прикроем. Значит, а вот это... Это уникально. Яг-12 лет. На самом-то деле уже музейный. Не, они все музейные. Этому самолёту 70 лет. Вот этот 70 лет. Он в 45-м году. Представляете? В общем, не летайте на нём на северный путь, пожалуйста. Нет, нет. Еще не дали. А у него, знаете, он же технически это... У него это... Лётная годность. Его проверяют каждый год. Делают экспертизу. Всего самолёта. Всё снимают на видео. На Яг-12, можно сказать. Когда вы, если вы делаете на даче, вы возили почту. То есть, это самолёт 46-го года выпуска. Ну, не на этом прям возили, конечно, но на подобном возили. Ну, он весь это исперкальный. То есть, у него железа не было. Тряпка. Тряпочная. 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 Тряпочка, смотри, мой. Так у него уже ещё и замёрзнуть можно. Не, а у него плечка там всё есть. Хорошо, там, смотри, ну уже... И это всё исторически, понимаете, но нет у них нигде. Вот так вот подойти, потрогать самолёт, и пройти, пройти, пройти. Никто не это, не это. А вот этот вот самолёт Яг-54. Яг-54, вот как тот Яг-52, когда надо было повышать качество спортивных результатов, то сделали вот этот, сначала Яг-55, вот такой, одинарный, вот там, видите, одно и один. Но учиться с одного, с другой, сделали вот с парой. Яг-55. Яг-55. Тоже их мало, сейчас их не выпускают. Нужно сказать один важный момент. Вот этот Яг-54 произведён, не только можно... Не этот, тот красный. Мы же его увидим. Забрали из Арсендио, Владивосток, где их собирали. От Патк-52 под картолёт освобождали. Площадь? Да, от производства. Забрали из Арсендио, забрали сюда. Вы, я хочу сказать, на полную полу. А теперь теперь не только снять. И уйдёте. И у нас много. А как на минацию спасать? Вратную палату. Не обойтись. Это же наша горка. Там и два, они у меня тоже. У нас стоишь, и её надо сейчас скорую восстанавливать и начинать производство. Вот этот, посмотрите, какой красивый. И это всё качественно, и всё содержится, как говорится, в реальном состоянии. Ну, может быть, не реально, почему? Потому что мы же на них летаем. Мы на них получаем... Все самолёты, которые летают, все летают. Все летают, они музеями. Вот, смотрите, когда мы это покупали, там было написано Aviation-музей. И было написано «Калифорния» и ещё что-то. Значит, я пришёл, они уже это всё на клипе сделали, когда я приехал. Ну, мы пока там съедим на полученную самолёты. Почему? Они говорят, мы не можем киллера ставить. А киллер это был там руководитель вертолётной компании. Ну, они взяли Барсов, написали, да? И это получился так. Ну, Суббас, специально, собак, не брали. Единственный в России летающий официальный самолёт. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так же подается, как на снегоходе. Логично, наверное. Мы с тобой так. Мы только можем предположить. Предположили, да. Ваня, не спеши, еще раз сделаешь. Тая, тая идет. Ваня, не спеши. Ваня, не спеши. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...